Встреча ОПЕК Плюс отменяется по причине того, что некоторые из участников этого соглашения не выполняют свои обязательства. Что будет с нефтью в ближайшее время и какие торговые идеи заслуживают внимания, обо всем этом мы поговорим в этом видеоролике. Меня зовут Андрей Михайлес, приятного просмотра. Саудовская Аравия Это и понятно, потому что все страны, чьи бюджеты сильно зависят от стоимости энергоносителей, испытывают очень большие бюджетные дефициты. И, конечно же, каждый из них заинтересован в том, чтобы продавать больше и, соответственно, получать больше денег в бюджет. Ирак и Нигерия – это те страны, которые за последние три года неоднократно нарушали те обязательства, которые они на себя брали в рамках ОПЕК. И последнее соглашение ОПЕК+, не стало исключением по информации, которая есть на сегодняшний день, они выполнили свои обязательства только лишь наполовину. Но и Ирак, и Нигерия отрицают эти обвинения и говорят о том, что они выполняют свои обязательства на сто процентов. И что интересно, так как мы живем в 21 веке, в 2020 году, и социальные сети – это наше все, то заявление о том, что они выполняют свои обязательства, они сделали через социальные сети. Ирак это сделал через Твиттер, а представитель Нигерии заявил об этом в своем инстаграме. Вернемся к самому соглашению. На сегодняшний день непонятно, когда произойдет и произойдет ли встреча ОПЕК+, потому что информация о том, что текущая запланированная встреча отменена, появилась буквально несколько часов назад. Что мы знаем о этом соглашении? Мы знаем, что это соглашение действует до конца июля. И на сегодняшний день мы знаем, что в рамках этого соглашения было убрано производство в размере 9,7 миллионов баррелей в день, а такие страны, как Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты дополнительно, без всяких обязательств, добровольно сократили свое производство в сумме на 1,2 миллиона баррелей. Но эти сокращения рассчитаны на май и июнь. В июле же сокращения будут несколько легче и составят 7,7 миллионов баррелей в день. А вот что будет дальше, что будет после июля, это тот вопрос, ответ на который мы и должны были услышать на встрече, которая на текущий момент, скорее всего, будет отменена. Как будут вести себя страны в августе и вообще до конца этого года? Насколько жестко они планируют выполнять свои обязательства в июне и в июле? Это те вопросы, ответы на которые у нас на текущий момент нет. Но судя по тому, как реагируют рынки, мы можем говорить о том, что основной консенсус заключается в том, что страны все-таки договорятся. Несмотря на вот эти трения, несмотря на вопросы по поводу выполнения своих обязательств к некоторым участникам этого соглашения, рынки все же ожидают, что страны придут к соглашению. И если бы рынки думали по-другому, мы бы увидели очень сильное падение, которое мы видели уже в этом году в момент разрыва соглашения ОПЕК+. Также появилась информация, что вопросы есть и к Казахстану, который взял на себя обязательства по сокращению производства на 22%, а в мае сократил производство лишь на 10%, что также привносит дополнительные риски к тому, что это соглашение ОПЕК+, будет продлено. Что мы еще должны знать для лучшего понимания общей картины на рынке нефти? Мы должны понимать следующее, что ситуацией с крайне низкими ценами на нефть воспользовались основные потребители нефти. В их число, конечно же, входит Китай. И если мы будем говорить про Китай, то более трети всей нефти, которая экспортировалась из Ближнего Востока, приходила в конечном счете в Китай. То есть Китай скупал треть ближневосточной нефти. И что очень интересно, что если мы посмотрим на экспорт нефти с Ближнего Востока и на его структуру, мы увидим, что экспорт в Китай упал только лишь в марте. А уже в апреле и мае черная гистограмма показывает экспорт в Китае. Он вырос выше, чем до кризиса. То есть это говорит о том, что Китай активно наращивал свои запасы, потому что потребление там все-таки не выросло до докризисных уровней. А раз экспорт вырос, это говорит о том, что Китай очень серьезно наращивал свои запасы. Еще один очень интересный график, который показывает причины столь жесткого поведения Саудовской Аравии в сторону Ирака. На этом графике мы видим структуру экспортеров нефти с Ближнего Востока в Китай. Мы видим, что в мае доля Саудовской Аравии упала, а доля экспорта Ирака выросла. То есть это говорит о том, что Саудовская Аравия проиграла часть китайского рынка Ираку. И конечно же такая ситуация им не нравится, потому что с учетом значительного падения глобального спроса на нефть, борьба за покупателей идет очень и очень серьезно. Что еще мы должны знать для лучшего понимания происходящего на рынке нефти? Это то, что запасы в Соединенных Штатах нефти продолжают свой рост. То есть несмотря на сокращение производства, несмотря на сокращение бруевых установок. Да, мы видели небольшое снижение в запасах, но мы видим, что в дальнейшем рост запасов все-таки продолжился. И это говорит о том, что несмотря на все усилия ОПЕК+, излишек с рынка нефти до сих пор до конца не убран. Теперь давайте поговорим про перспективы стоимости нефти. Что мы имеем? Во-первых, мы имеем огромные запасы, которые были накоплены за последние несколько месяцев. Во-вторых, мы имеем дырки в бюджетах у большинства стран-производителей нефти. И это исключает ситуацию, которую мы видели последние несколько лет, когда сланцевые производители наращивали производство, а страны ОПЕК это производство сокращали. То есть такая картина в принципе устраивала всех. Такой сценарий, на мой взгляд, маловероятен в обозримом будущем. То есть если цены вырастут настолько, что позволят сланцевым производителям наращивать свое производство, то скорее всего страны, входящие в соглашение ОПЕК+, просто будут это соглашение послаблять. То есть они не дадут сланцевым производителям занимать долю рынка, как это было ранее. В-третьих, это себестоимость производства. О нем я говорил в прошлом видеоролике, посвященном российскому рублю и российскому рынку. Так вот, что мы должны знать про себестоимость производства. Во-первых, себестоимость добычи нефти имеет понижательный тренд. То есть от года к году себестоимость падает. Во-вторых, себестоимость у большинства ключевых производителей нефти находится в диапазоне между 30 и 40 долларами за баррель. То есть при движении выше отметки 40 долларов за баррель, большая часть этих производителей будут иметь огромные стимулы для того, чтобы это производство наращивать. Что также будет ограничивать долгосрочный рост цен на нефть. Ну и в-четвертых, это, конечно же, падение спроса в этом году на нефть. По текущим оценкам, падение спроса от года к году, вот в годовом исчислении, может составить порядка 8-10%, что очень и очень много. Какой прогноз мы можем сделать, исходя из всего вышеперечисленного? Мы можем заключить то, что долгосрочный рост нефти выше отметки 50 долларов за баррель, он очень маловероятен. С учетом вот всех факторов, которые мы с вами озвучили. Но стоит ли делать ставку на падение нефти? На мой взгляд, эта ставка достаточно опрометчивая, потому что мы все-таки видим восстановление экономики. Мы можем утверждать, что второго локдауна не будет, то есть второго карантина ни одна из стран водить не будет, потому что, скорее всего, экономика уже просто не выдержит. Будут там строить новые больницы, будут как-то по-другому решать эти вопросы, но, скорее всего, карантина больше не будет. То есть значительного падения спроса на нефть, который мы видели, например, в марте, в апреле, его также не будет. Поэтому делать ставку на то, что нефть будет падать, я бы тоже не стал. Но как заработать в этой ситуации? Но как же заработать в текущей ситуации? Какая ставка является наиболее оптимальной? На мой взгляд, с учетом всех вышеперечисленных факторов, которые будут ограничивать долгосрочный рост цен на нефть, имеет смысл продавать опционы выше отметки 50 долларов за баррель. Если мы посмотрим на стоимость опционов на сентябрьский фьючерс, график, который мы только что видели, то за опцион со страйком 50 долларов дают 400-410 долларов. Если мы возьмем более высокие опционы, например, 55-й страйк, то мы увидим, что за этот опцион дают примерно 230-240 долларов. Вот такие сейчас существуют цены и такой существует потенциал для заработка. Что мы должны знать по поводу продажи опционов и по поводу конкретно этой сделки? Ну, во-первых, что касается продажи опционов, мы должны понимать, что продажа голых опционов – это очень рисковый вид торговли. И что если вы решили продавать опционы, то лучше всего продавать опционные конструкции, те конструкции, где у вас закрытый риск. Второе, что касается конкретно этой сделки, то, на мой взгляд, точку входа лучше подождать. Потому что, да, сегодня мы видим небольшое снижение цен, связанное с вот этой вот новостью об отмене встречи ОПЕК+, но мы не видим серьезной реакции. То есть, если завтра, послезавтра будет назначена дата новой встречи, то цены на нефть продолжат свой рост. Поэтому, что касается точки входа, лучше подождать более привлекательного момента для захода в позицию. Более подробно о стратегии продажи опционов вы можете узнать по ссылке в описании к этому видео. Там будет ссылка на методичку, а также ссылка на мой основной курс по этой стратегии. Также по ссылке в описании к этому видео вы найдете мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю полезный и интересный материал касательно финансовых рынков, касательно трейдинга и инвестиций, а также конкретные торговые и инвестиционные идеи. Поэтому, если вам интересно то, что я делаю, если вам интересна тема финансовых рынков, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну и не забывайте подписываться на мой ютуб-канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. С вами был Андрей Михайлес, спасибо за внимание. Делитесь видео, если оно вам показалось полезным, ставьте лайки. Ну и до новых встреч. Пока-пока.